А что это он меняется? Может он на что-то реагирует? А кстати, что происходит с организмом человека, когда он врет? У некоторых людей, типа нашего бухгалтера, вообще никаких отклонений не замечено. У некоторых краснеет лицо, потеет лоб. У меня, например, волосы дыбом встают. К тому же, знаете, врать можно по-разному. Можно на прополу и врать, можно чуть-чуть приврать, можно сказать почти правду. Ну, а есть на самом деле адекватный прибор, способный измерять степень лжи. Лжемометр или правдомер, называйте как хотите. Мы его называем полиграф. Итак, ты самоуверенная брюнетка. А может и блондинка. Пришла на собеседование в глубоком декольте. Твое резюме липа, а сама ты врунья. На твоем пути стоит Цербер, имя которому полиграфолог. Тебе придется быть умелой вруньей, чтобы одолеть его. Полиграфолог – это специалист по проверке на детекторе лжи. Его цель – расколоть тебя. Запомни, детектор лжи не способен показать, врешь ты или нет. Он просто измеряет степень твоего стресса, связанного с лужью. Любое волнение можно скрыть. Помни, у Лудачи Реймса, советского шпиона в штате ЦРУ, который не раз обманул детектор лжи. Детектор лжи определяет уровень стресса человека по его физиологическим параметрам. Для этого на тебя денут пять различных датчиков. Первый – отследит колебания твоего дыхания. Второй – измерит кожно-гальванический рефлекс по нашему потоотделению. Третий – будет измерять сердечно-сосудистую активность, давление и пульс. Четвертый – это датчик речевого сигнала. И, наконец, пятый – займется мышечным напряжением. Запомни, чем сильнее колебания этих параметров, тем очевиднее твое волнение. Этот уникальный прибор появился задолго от твоего рождения, в 1921 году. Его изобрел полицейский, Леонард Изенчик-Киллер. Но все же главный противник – это специалист-полиграфолог. Именно он будет наблюдать на экране монитора сигналы от датчиков и анализировать их. А поможет ему в этом специальная программа. Именно полиграфолог напишет твоему будущему директору заключение о том, какая это лгуня. Поэтому сделай так, чтобы он в этот самый монитор поменьше смотрел. Пусть смотрит на тебя. Охмурь его, улыбайся, ведь он тоже мужчина. Тогда ты сможешь вертеть им, как захочешь. Он захочет залезть тебе в душу. Будет выяснять факты из твоей биографии. Будьте никаких историй о бурных девичниках. Запомни, девушка приличная. Пример. Вы совершали поступки, о которых жалеете до сих пор? О, да. Я не могу себе простить того, как однажды не перевела бабушку через улицу. Да у тебя драматический талант. Однако не расслабляйся. Тест только начинается. Вас зовут Елена. Не бойся, это безобидный и нерелевантный вопрос. Те, что к делу не относятся. Можешь смело отвечать, да? Да. Если кто-нибудь из ваших сотрудников совершит плохой проступок, вы сообщите о нем руководству. А вот это уже вспомогательный вопрос. Он затрагивает ключевую тему, работу. Расслабься и вспомни, чем я учил тебя на йоге. Да. Молодец. Прямо Матахари. На предыдущих местах работы вы присваивали себе что-нибудь ценное, не принадлежащее вам? А вот пошли релевантные вопросы. То есть, относящиеся к делу. Ты воровала помаду из магазина косметики, в котором работала. На 15 суток попадала. Спиртным балуешься. Сейчас главное уйти от реальности. Отвечать на вопросы автоматически, не задумываясь. Ты часто так делаешь. Попробуй умножать числа в уме. Вспомни картинки из модного журнала. Нет. Вы когда-либо привлекались к уголовной ответственности? Нет. У вас когда-либо возникали проблемы, связанные с употреблением спиртных напитков? Нет. Мы сейчас находимся в Москве? Нет. Стоп, что ты делаешь? Вернись реальности. Мы же все-таки в Москве. Ладно, это был безобидный, нерелевантный вопрос. Были ли в этом тесте вопросы, в ответах на которые вы сомневались? Скажи «да», ведь это будет чистая правда, но при этом создай фиктивную напряженность, как будто ты лжешь. Это совсем запутает полиграфолога. Прикуйся кончик языка. Да. Какая ты нехорошая девчонка. Молодец, тест закончился. Считай трудовой договор у тебя в кармане. Гладь белую блузку завтра на работу. Теперь, когда она ушла, будем откровенны. Вам не кажется, что прошло все слишком гладко? Пора поговорить о нашей Леночке. К несчастью для Елены, все ее способы противодействия давно известны. Более того, их распространяют сами полиграфологи, для того, чтобы выявлять обманщиков сразу. Я видел, как она прикусила кончики языка, да и ответ на такой безобидный вопрос, находимся ли мы сейчас в Москве, показал, что она пыталась противодействовать при помощи аутотренинга. К тому же, современные модели полиграфов не только позволяют выявлять скрываемую информацию, но и выявлять сам факт противодействия. Делается это при помощи специальных программных алгоритмов. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что полиграф обмануть невозможно. Возможно лишь ввести в заблуждение молодого и неопытного специалиста. Так, смотрите мне в глаза и отвечайте быстро, без паузы. Вам нравится наша передача? Правильно верю. А ведущий? Что? Не понял. Так, позовите, пожалуйста, механика. Этот прибор, кажется, сломался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова